здравствуйте это канал дикий лайф меня зовут виталий дикий пожалуйста подписывайтесь на мой канал мне будет очень приятно если вы поделитесь этим видео если вы лайкать комментировать сегодня наш гость уважаемые зрители андрей бигеринский юрист аналитик здравствуйте андрей здравствуйте виталий спасибо что нашли время начнем по темам которые актуальны это интересно значит трамп кандидат в президенты сша заявил о том что россия напала на украину из-за разговоров о ее возможном вступлении в нато и мол он дал понять что когда был президентом разговоров таких якобы не было на высоком международном уровне хотя наверное он не знает о том что в украине системы об этом говорили постоянно и соответственно в общем то это и было причиной начала войны так ли прав трамп и как вы считаете правильно ли он видит вообще развитие событий этот статус-кво который есть сейчас вы знаете он находится в избирательной гонке я бы все-таки если уже мы системно пытаемся что-то осмыслить наверное отправлял бы нас с точки зрения американской риторики примерно так года в 2008 и по моему там тоже как раз республиканец был президентом который как раз пытался инициировать вопрос связанный с членством украины северно-атлантическом альянсе поэтому эта системная политика ну то есть позиция соединенных штатов которая формировала какие-то определенные надежды возможную часть украинского общества связаны с интеграцией северно-атлантический альянс это не вопрос одного президента байдена или одного президента обама ну если это не вопрос только демократов это не вопрос только четырнадцатого года немного более продолжительная история и поэтому тут вопрос скорее в политике соединенных штатов независимости от президента который возглавлял страну связанных с так или иначе артикуляции возможности украины интегрироваться в каком-то прекрасном светлом будущем северно-атлантический альянс поэтому тут стоит наверное 0 трампу себя не выделять а то он становится похожим на украинского одного политика который все время говоришь примени так не было и соответственно его избиратели которые говорят что бы и солнце светило более ярко и ветер дул совсем иначе но и в целом как бы воздух чище был во времена поэтому смысл смысл подобных разговоров имеет значение с точки зрения истории с точки зрения стратегии любого государства которое должно руководствоваться своими интересами и рисками которые связаны с их местоположением ну и грубо говоря соседями которые находятся вокруг государств сейчас уже когда у нас на территории происходит война ну я не думаю что ценность таких высказываний со стороны трампа есть хоть какая бы то ни было простите но здесь есть маленький нюанс если небольшой нюанс вы знаете что зеленский неоднократно заявлял о том что якобы со слов трампа тот может закончить войну так сам трамп об этом говорил мы же об этом обсуждали говорили об этом что мол как только станет президентом моментально он там может как бы вопрос войны остановить и нивелировать его вообще и тут вкладывается вот это заявление в саму картину развития ситуации значит я так понял что они из аргументов трампа если он придет к власти будет заниматься вопросом остановки войны в украине если конечно он этим будет заниматься то это шиш нам большой покажет очередной раз что значит нет возможности вступить в украине в нато никогда по крайней мере ближайшие годы ближайшие четыре года мне кажется тогда трамп ну сделает отзеркаливание или соответствующие лаврд и своему предшественнику если он станет президентом давайте просмотр проследим ситуацию на примере афганистан начинал историю с выходом из афганистана грубо говоря до трампа господин обама если я правильно все помню трамп не вернее не так начинал трамп реализовал байден теперь у нас получается байден выходит в интервью тайм говорит натализации украины не будет тем самым высказывая свою точку зрения в случае если он станет президентом соединенных штатов а если вдруг станет президентом трамп то он грубо говоря инициативу которую озвучил байден просто будет соблюдать поэтому и при одном и при втором у нас ближайших четыре года натализация украины не светит нога защита нагородить город украинская власть что это не понимает тем более если байден последнее время очень активно жить явно говорил открыто что перспектив никаких а госдеп система подтверждал ну а как как объяснить народу да что тезисы которые в течение пяти лет владимира александровича еще пяти лет петра алексеевича были ложные у основания своего а главное как это ну не с точки зрения объяснить с точки зрения людям дать возможность переосмыслить или допустить ошибки которые были допущены на уровне как бы своего осознания или политики которые реализовывал государство как человек признает что его обманывают и как человек способен нашей стране признать что политик ошибался ну то есть понимаете мы сколько с вами не выходили в публичные эфиры не говорили что ребята давайте откроем устав нато посмотрим что написано в уставе на тему членов написано страна разделяющие демократические ценности тут мы подходим абсолютно демократическая страна всю свою дорогу с момента восстановления независимости и второе консенсус всех стран участниц 32 консенсуса не было 2008 не 2014 нет в 2024 и 22 более того 24 а начиная наверное 14 мы можем откровенно четко ратикулировать что страны нато не имеют целью войну с российской федерацией ну если вся совокупность реалистичных аргументов прагматичных и тех которые существуют действительности говорят о том что членство нет а вам продал продолжают говорить о том что вода камень точит и рано или поздно это будет ну соответственно вы подменяете действительность каким каким-то образом будущего которым членством нато должно уберечь вас от войны которая и так уже происходит ну то есть мы каждая страна стремится в североатлантический альянс смысле о том что величие альянса его возможности и его экономические способности его вы пока позволят не стать жертвой агрессии позволят не вовлекать свою страну разрушения войну соответственно избежать войны если цель таковая то зачем вовлекаться самому войну и это вопрос в котором наверное стоит честно признать что мы другого образа будущего своей стране никогда не рисовали вне каких-то институциональных объединений то есть какой образ стратегический украина есть а что значит есть а какой украина будет вес какая будет экономика как и какие отрасли будут развиваться как мы будем встроены в цепочке добавочной стоимости что мы здесь будем делать для да согласен андрей но я хотел сказать все таки по теме нашего разговора это очень важно значит я помню кучма проводил многовекторную политику всего затаха или нам оказалось что это самый выгодный вариант значит если мы начали играть в одну игру в одностороннюю да но я же хотел обратить внимание на заявление именно трампа он же сказал вот что цитирую в течение 20 лет я слышал что если украина вступит в нато это будет настоящей проблемой для россии я думаю именно поэтому началась война сказал трамп и добавил он считает что байтон говорил совсем неправильные вещи о том что украина пойдет в нато в свое время это так и было это правда а при президентстве в 2017 2021 годах разговоров о вторжении в россии украину не было и россия не собиралась нападать на украину но от себя я уже напомню что недавно байден очередной раз заявил что абсолютно не поддерживает вступление украины в нато ну да но никто же не пресекал риторику с которой во время президентства господина трампа а то это так и было скажем так или иначе общались с украинским избирателем политики внутри страны никто же не сказал что ребята ваша риторика она не создает для нас никаких обязательств и мы с вами как раз подходим к тому что мы осознанно отрицаем часть информации есть в 2008 году на тот момент меркель и президент франции говорили о том что интеграция украины в североатлантический альянс может привести к проблемам с россией то судя по всему раз проблемы начали возникать 14 и продолжаются до сих пор и они переросли из просто политических проблем войну то наверное они не ошиблись но мы эту информацию в информацию которая касается консенсуса всех стран участниц не решает этот вопрос только байден или только трамп или кто-то после не решает консенсус всех стран мы отбрасывали позицию франции германии мы отбрасываем позицию венгрии сейчас мы обращаем позицию словакии сейчас мы отбрасываем скорее всего политику турции и соединенных штатов ну как с этим работать если все равно хочется это продвигать у нас четко есть политики которые говорят о том что при мне будет нато ну и мы не можем их ограничить конечно в этой риторике и простите что перебиваю но я хочу напомнить так как я много лет руководил большим крупным сми в украине я помню что даже при януковичи я уже не говорю там о конце 90-х годов у нас было партнерство ради мира эта программа очень большая объемный кстати хочу сказать параллельная россия очень активно сотрудничала с над кстати и деньги которые выделялись на эти проекты были даже большими в разы чем с украины но я другом даже янукович проводили тогда политику сближение украины и нато с европейским союзом а на программы нато и пиар этой всей истории с государственным бюджетом выделялись сотни миллионов криви тогда это были нормальные гриви не таких сейчас бумажные то есть а потом что-то пошло не так вот я о чем говорю но давайте исходить из того что сближение с нато да это вопрос которым можно себе позволить сотрудничать какой части допустим совместные проекты вбк можно 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 сотрудничать части военных учений можно 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 параллельно такие же учения проводить из было во времена януковича из российской федерации можно можно везде опыта набираемся можно но это не значило членство и это не значило какой-то определенная степень угрозы для российской федерации не значило не значит и есть опять же возвращаемся к исконному для чего нато или для чего есть ну почему не строить допустим вопрос внутренней стратегии украины внеблоковой так как допустим было отфиксировано в декларации государственном суверенитете так как это отражали другие учредительные документы украины и соответственно не военные не военных блоков но экономической интеграции в европейский союз то чего общество хотел общество же не военный блок хотела общество хотела стандартов условий жизни которые на себе видела или придумала но такими которые характеризуются европейский союз так эти стандарты достигаются экономическими успехами и соответственным развить развитием инвестиционной экономической деятельности но с учетом того что мы не выстраивали ни коммуникацию не государственную стратегию с точки зрения использования нашего географического положения для мостика между востоком и западом через которого могли проходить и логистический маршрут и развиваться определенные виды промышлен промышленности которые существовали а в принципе вся элита была построена исходя из того что нужно грабить техас пока есть еще что грабить а что продать людям то что попроще чтобы прочь мечту мечта какая там будет нато там всем хорошо и там будет есть там тоже всем хорошо мы в этом всей конструкции забыли просто об истории второй мировой войны мы забыли холодной войне мы забыли по странах варшавского договора мы забыли для чего этот варшавский договор существовал и за это время стоит тоже отдать должное и понимать что параллельно тому как существовали мы существовали другие страны в какой-то период времени в середине там 90 в начале двухтысячных соединенные штаты действительно были доминирующей силой на планете это было фактически именно так в это время россия переживала период грубо говоря после дефолта восстановления она не могла еще диктовать миру какие-то свои условия но она постепенно развивалась параллельно нужно было следить за тем как развиваются те отношения и которые испортились после мюнхенской речи путина между западами российской федерации можно было учитывать фактор грузии тоже 2008 году на который стоило обращать внимание для чего почему какие действия осуществляется этим всем должны были заниматься стратегические институты или аналитические центры в нашей стране и предлагать свои решения по будущему нашей страны нашим политикам если мы выбираем политиков которые нам нравятся всей душой телом и так дальше они с нами ведут диалог медийного характера любим не любим разделяем душа не разделяем не разделяем продаем вам мечту или не продаем мы легкомысленно поддаемся подобному выбору соответственно и существует тезис который связан с тем что нато интегрируемся и будет хорошо сейчас дошло до момента конфликта в котором отразились все риски которые озвучились на дистанции двух десятилетий который может привести сближение украины североатлантическим альянсом они существуют в действительность и мы продолжаем оставаться адептами мысли о том что мы должны прийти к нато при том всем что лидер государства который сейчас является законно избранными легитимным президентом соединенных штатов говорит нет не сейчас это не значит отказаться то есть но политик должен уметь работать с тезисами с избирательными понимаем сегодня понимаем война не получается и так дальше может быть когда-нибудь конечно же да но не сейчас и все и уберите это с повестки дня и будет легче на самом деле и люди это не пойдет тем более вы же видите президент порошенко прописал это конституциями со своим ручным парламентом а этот президент зеленский со своим ручным парламентом тоже как бы продолжает линию и даже не ставят под сомнение но он объясняет это условиям которых мы находимся возможно никто об этом не знает другого образа будущего ну понятно но я все-таки андрей простите я все-таки хотел бы получить ваш ответ он даже может быть однозначным да нет а правильно ли трамп говорит что война в украине началась потому что украина хотела вступить над нет он не прав у одного желания стороны но мы хотим смотреть я хочу геннадий алексеевич говорит что хочет роуз ройс да я говорю допустим что я хочу банки но у меня нет денег на банки соответственно достаточно того что я хочу чтобы у меня появилась банты нет недостаточно мне нужны деньги мне нужно чтобы этот автомобиль въехал чтобы я его растаможил купил и имел возможность эксплуатировать поэтому со мной может конечно салон заигрывать говорит слушай у тебя он точно будет посмотри какое все будет красиво ты будешь просто лучшим человеком а я за это время составиваюсь там новые бентли появляются цены меняются и так дальше но его у меня нет а денег не становится ну не появляется на него поэтому откуда это все упрощение упрощение сложного к позиции потому что украина хотела украина хотела она то говорит слушайте действительно двери у нас то открыто но без согласия 32 стран а их нет вы членами не будет плюс даже может почему другие страны не дают согласие потому что они оценивают свои риски риски вовлечения войну риски связаны с обеспечением национальной безопасности и так дальше поэтому хотите работайте в длинную дистанцию 30 40 50 лет имейте какие-то от кого вы защищаться собирались над вот тоже вариант какой-то но заигрывание это часть американской политики если бы соединенные штаты на дистанции нескольких президентов в том числе вы находясь в украине и работая через скажем отдельные институции гражданского общества средства массовой информации не продвигали тему с надеждой и интеграции украины в северно-атлантический альянс а были искренними политиками чего от них ожидать в принципе не стоит то есть даже мне кажется что это абсолютно новый ну порог искренности пробил господин байден выйдя публичное просто пространство и четко артикулирует будущее которого в части украины на тему натализации нет это действительно новый уровень и я бы даже сказал сигнал который посылается россии трамп тоже самый сигнал посылает но они этого не делали на дистанции сколько 20 лет поэтому это не вопрос украинского желания но мы с точки зрения нашего желания сейчас с вами говорим нам нужно ядерное оружие давайте всем нужно ядерное оружие а дадут кто даст а финансы есть для того чтобы его содержать а ракетоносители есть я вас абсолютно понимаю да главное чтобы это понимали украинские политики но они уже давно заигрались на самом деле им нравится это катавайся и они как бы этим живут более того под какие-то программки под какие-то продвижники вот этой темы можно получить денежки которые можно раздеребанить да для страны это мелочь но для обычного человека дохренище поэтому в любом случае заинтересованность всегда было более того на этой теме живут кахаинские грантоеды уже заметили у нас есть целая класса людей которые закончили там вуз потом значит занимались какую-то активная деятельность торговали лицом там на разных мероприятиях потом стали какими-то странными помощниками политиков потом в общем то сами попали на ключевые должности без не без помощи запада ну это тема отдельного разговора я бы с вашего позволения чуть-чуть добавил в эту ситуацию давайте вспомним историю как вот эта презентация людей которые говорят что в нато мы не будем это не то что не хотим не будем как она происходит и артикулируется в обществе этот человек или этот политик лишает нас будущего нашей мечты этот способ пособник врага в принципе рациональное мышление она исключается как вредоносное предательское и в принципе там чуть ли чуть ли извините меня не работает на пользу агрессора российской федерации хотя на самом деле человек может аргументировать свою позицию исключительно действиями других стран но это же принципе если ты не с нами значит и против нас более того недоумки так называемые горячей головы они же вешают всем ярлыки в том числе и нам с вами ну здесь просто пучина минет а все порядке ну значит знаете как там мы говорили что у него там кожаные туфли лакированные он уважаемый человек значит если у вас есть ярлычок значит вы наверное что-то стоите если всякий мусор на вас обращает внимание пытается вас обгадить но мне нравится вот эта история которую пандеренко озвучил там по поводу пасквилиантов он сказал о том что караван идет а собаки лаят даже если они научились пользоваться компьютером правильно но да бог с ним я так понимаю что перспектива в нато у нас абсолютно туманная но при этом лидеры стран или кандидаты на роль лидера делают очень интересное заявление в том числе спекулировать на украинской теме может быть трамп действительно готов прийти к власти и что-то там предпринять чтобы за 24 часа закончить войну но тут же же история другая тут же зеленский уже сказал если все будет не на выгодных условиях украины то будет выглядеть лузер зеленскому виднее я правильно понимаю я думаю что единственные глаза которых трамп может как-то выглядеть которые интересуют трампа это глаза его избирательных соединенных так думаю поэтому абсолютно плевать что ним там думаю я вот что-то предполагаю что как бы его вот эти страшки или которые там фобии на которых играют на но потому что человек все-таки имеет определенный характер харизмы немножко нарцисс и как бы заигрывание самолюбием она может быть имеет смысл но только если бы самолюбием его заигрывал там сидим пи ну когда а так ну хорошо не будем комментировать чтобы не получить один какой-то дополнительный ярлычок в нашу корзину правильно но тема которую спедалирует украинская власть я думаю что стоит о ней поговорить жуква есть такой он сегодня замглавы офиса президента и он значит делает вид о том что они очень сильно как бы стремятся к подготовке к второй конференции он называет это вторым саммитом мира и украина планирует его провести уже до конца года и кстати как заявил жуква на втором саммите украина хочет зафиксировать реальное окончание войны введя переговоры с москвой опа как он не так знаете как у нас есть с вами желаемое прочтение этих слов но она отличается от того что вкладывать не жук ермак или кулеп президент украины после первого саммита вышел на пресс-конференцию и сказал что мы готовы проработать механизм окончания войны и пригласить на следующую конференцию россии в которой ну то есть суть какая мы прорабатываем выписываем приглашаем россии она должна прийти и сказать конечно мы это исполнили а если я поправлю по моему не так было он сказал так мы должны наработать механизм получить поддержку потом дать этот план русскими посмотреть готовы ли они заканчивать войну или нет вот так по моему не туда они на них их присутствие будет подтверждать их желание закончить войну соответственно вывод если вы нарабатываете алгоритм вручаете его присутствия нет вы его просто утверждаете говорите все мы знаем теперь как прийти к миру нужно мы мы что знаем уже знаем страны которые подпишут знают знают вопрос сколько их будет раз а главное каким действием это приведет со стороны россии россия взяла и сделала отзеркалила эту ситуацию сказала смотрите мы без саммитов мы вам год выкатываем наше видение того как прийти к миру и вот принимайте мы говорим ним нам не подходит это ультиматум они говорят так у вас это же прям ну прямая речь практически путина то что вы нам хотите выкатить это тоже ультиматум мы ваш ультиматум не принимаем вы нас не принимает вывод то о чем говорит джокко это условно после первого саммита после которого еще не понятно как на самом деле куда двигаться с точки зрения дипломатии пытается все время поддерживать определенную информационную повестку в этой части на с точки зрения времени и с точки зрения страны то есть место авторичных обстоятельств которые не имеют никакого отношения к фактическому прекращению огня находясь в северной корее не по моему вьетнаме он эту пресс-конференцию давал путин ответил на тему там выведение войск что значит выведение войск это отправная точка реализации плана владимир александровича по прекращению войны ну план реализуется с момента выведения войск кто-то говорит выводить не будем мы в тупике дипломатическом да поэтому я не считаю что мы находимся где-то ближе какому-то участию россии в переговорах ну нежели были до первого саммита и во время первого саммита более того есть как бы робкая какая-то такая форма интерпретации со стороны кулеба как можно что-то нарабатывать и коммуницировать с при помощи посредников по аналогии с зерновой сделки которая была в стамбуле да может быть такой вариант он является способом подготовки чего-то чего-то что станет предметом обсуждения на саммите где встречаются делегации украина россия две-три страны посредники которые не встречаются между собой имеется ввиду украина и россии по рубля в пределах одного отеля посредники бегают и согласовывают какие-то отдельные пункты по графику такое может быть но это финализируется только на стадии конференции где приедет или первые лица или министры а наработка будет здесь про осуществляться в таким способом но они мы пока не знаем или не узнаем поэтому говорит как мы с вами очевидно понимаем что концу года боевые действия не выглядят таковыми которые заканчиваются мы с вами очевидно понимаем что в условиях озвученных ультиматумов найти компромисс в этих ультиматумов в принципе невозможно а главное если уже сильно ну не сильно хотя бы чуть-чуть там усложнять историю связанную с саммитом как формой организации или финализации решения по окончанию войны в нем присутствие китае есть обязательно так же как и бразилии в этом формате китай выставляет одним из элементов или пунктов своего мирного плана который поддерживает и россия сейчас и поддерживает другие страны и поддерживает дальше это отказ от практики применения односторонних дискриминационных мер какими называются санкции и давайте предположим что соединенные штаты говорят конечно и европа говорит конечно мы откажемся от того чтобы международной практике применять санкции в вход организации объединенных нас представить это по состоянию на сейчас в принципе невозможно а без этого без этого китай не будет принимать участие в упорядочивании мир мира на территории украины потому что это для него один из элементов упорядочивания миропорядка будущих отношениях которые касаются тайване будущих отношениях которые касаются безопасности азиатско-тихоокеанского региона и будущих отношений в которых придет трамп и начнет лупить по экономике китая всем со всех орудий которые у него существует соответственно мы находимся мы выходим с вами за пределы простора исключительное решение вопроса на территории украины потому что есть разночтение того что называется правила мирового порядка или международные даже повышал сказал и но из его заявления вытекает что процесс наработки решения происходит без участия сторон да скажем идея связана с рассмотрением разных планов происходит без инициаторов этих планов но китай не присоединился пока а у него есть план бразилия не присоединилась а у нее есть план и юар не присоединились а у них тоже есть план поэтому мы продолжаем продвигать свою формулу мира надеемся и рассчитаны то что до конца года соберется какой-то пул стран этот пул стран подфиксирует наш алгоритм формулы мира но только изначальный замысел он будет видоизменен финальном результате будет не 160 стран а 40 или 50 и и все и конференция закончится ну в любом случае оптимизм излучают ребята из офиса президента стараются по крайней мере стараются да это очевидно главное чтобы результат хотя бы какой-то был а пока результат достаточно будем говорить так не особо мало времени прошло это время мы же в июне находимся кто его знает какая в августе в сентябре как ситуация будет это точно но я вот вспомнили о путине значит западная пресса пишет в общем мировая пресса пишет путин создает антизападную коалицию даже вот эти вот визиты там к ндр как бы там ни было многие к этому относятся как бы сквозь пальцы но на самом деле вы же видели они подписали договор в сотрудничестве в том числе военном и это понимаю экономическом а это означает что санкции со стороны россии по отношению к ндр приостановлен вот эти мировые санкции которые вели соединенные штаты америки то есть получается таким образом сейчас в украинских реалиях начали писать наши доморощенные там на подсосе которой власти политологи или ломы о том что китаю это не нравится потому что китай были другие планы вот и сейчас нужно стоит сдать какое-то обострение между китаем и россии по поводу насчет этих планов сотрудничества к ндр на самом деле все это туфта понятное дело что они там договорятся между собой и это отвлечение внимания но по поводу антизападной коалиции это важно значит смотрите затем кремль говорит мы готовы вести переговоры с вашингтоном и ядерном оружии вооружении и сопутствующие вопросы решать и тут возникает вашингтон уже ответил что они готовы рассмотреть предложение как бы начать какой-то процесс движения в эту сторону и тут возникает второстепенность украинского вопроса мне прискорбно об этом говорить но многие думающие аналитики говорят о том что под шумок решения глобальных процессов могут слить интересы украины так ли это или нет я говорю о западных партнеров первую очередь соединенных штатах америки да еще с новым президентом если придет трамп вопрос будет решаться в комплексе это идея где одним из элементов системы безопасности на европейском континенте будет решение вопроса по украине что будет первичнее мне кажется что вопрос глобальной безопасности без решения вопроса в украине не решится то есть она либо произойдет плюс-минус одновременно либо грубо говоря украина будет предшествовать или первичным этапом это становится вопрос прекращения войны на территории украины с последующим разбитием временные рамки согласования вопросов связанных со стратегической безопасностью тут недостаточно только соединенных штатов в отношениях с россией и ядерной безопасности россия давно уже говорит о том что скажем соглашение ограничивающие средства поражения средней малой дальности либо системы противоракетной обороны которые существовали во времена холодной войны да и сейчас они заканчиваются все или по срокам давности или в одностороннем порядке стороны их покидают и они не охватывали ядерный запас франции и великобритании учетом того что франция великобритания являются союзниками сша по северно-атлантическом альянс российская федерация считает что если речь идет о контроле даже не ограничивание они уже отходят как бы от это ограничивание ядерной триада там или средства поражения они исходят из необходимости контроля контроль плюс паритет на сокращение и они должны включать не только сша и россии но с одной стороны россию другой стороны сша францию и великобританию но французы и британцы не готовы пока к этому делу поэтому это значит такая декларативная история где по-моему медведя говорит мы готовы штатами говорить только вы выводите войска и прикрепление выводите войска а прекращайте поставку вооружений украине ну так так переговоры не начинаются они происходят других форматах но соединенные штаты будут наращивать ядерный потенциал свой ну причем в силу того что сейчас китай до 500 боеголовок ну скажем средств поражения ядерного типа нарастил и к 30 году должен дойти плюс-минус до паритета с соединенными штатами соответственно штатов появляется две страны и какие несут для него ядерную угрозу это россия и китай вот поэтому вопросы можно разделить по регионам и этого к этому россия и стремится и китай к этому стремится что вопрос евразийской безопасности это вопрос в котором соединенных штатов нет ну потому что вы же не здесь находитесь ваш континент где-то там а там с мексикой канадой договариваетесь о том как вы безопасность обеспечивать а тут мы в рамках с одной стороны европейского союза ну с другой стороны азийских государств хотите в рамках шосс хотите на уровне россия европейский союз будем договариваться с вами сша будем договариваться ядерной угрозе потому что у вас есть скажем какие-то носители межконтинентального класса которые нацелены на нас со времен холодной войны тут мы согласны с вами договариваться евразийская безопасность пойдет отдельно но мы не находимся на пороге этих договоренностей плюс это не порог который касается байдена сейчас которую предпринял впереди выборы и грубо говоря на тему трампа а никто не знает если трамп вдруг станет президентом как он будет поступать но европа же беспокоена возможностью сокращение участия соединенных штатов финансирования над распуска нато сколько мы уже этих историй слышали из страшилок которые демократы озвучивают поэтому если говорить о планомерности позиции соединенных штатов это только после выбор тогда когда есть понимание или выборов которые произошли ты понимаешь кто президент избранный да может еще не инаугурированный но хотя бы избраны на тему вот первой части на визитов путина в азию я вот с удивлением честно говоря смотрю за рядом вроде видных людей клинкин но это же человек как-никак при должности был по крайней мере я его все интервью не слушал но вижу оглавление на что путин ударил китай китай негодует ах путин пытается играть самостоятельный господи люди откуда берутся эти больные мысли что действия путина связанные с визитами в и в северную корею не являются согласованными с китаем берете но совместные коммуникает китая и россии и находите раздел который касается азиатско-тихоокеанского региона черным по белому него империализм это в сторону ну хотя он там упоминается а главное страны которые вносят деструктив в региональных безопасность которые не представлены в этом регионе это соединенные штаты раз совместная позиция второе осуждение но провокационных действий по отношению к северной корее со стороны соединенных штатов не знаю какие соединенные штаты провокационные действия в отношении северной кореи делали но этот пункт есть в совместном заявлении если так смотрим следующий пункт что надо сделать страны региона сами будут договариваться о своей безопасности в этом регионе поэтому нефиг дружить блоками создавать блоки типа аукуса и так дальше то есть хотите торговать торгуем но ваших там военных вас тут быть не должно мы так считаем и санкции санкции отменять это неприемлемая позиция которая использует односторонние дискриминационные меры плюс прекратить все что касается нарушения правил всемирной торговой организации прекратить применять ограничительные меры на навоз товаров это все есть совместном документе китая россии и россия движется в этом документе просто она приезжает северной кореи и говорит мы не отказываемся от санкции санкции оон которые водились там начиная с 2006 года они имеют свои основания первое это выход с договора нераспространения ядерного оружия второе ядерные испытания по моим 21 веке это единственная страна которая их проводила непосредственно физически не на компании на книга компьютерной манипуляции и ограничение но эти же ограничения это не тотальные санкции они имеют определенный лимит но как квоты условно до которые позволяют стране существовать но не зарабатывать столько чтобы финансировать ядерную программу путин голосовал за эти санкции и в шестнадцатом году точно так же он был президентом в шестнадцатом году тут как бы особо бежать никуда не убежишь от истины но он приезжает и говорит смотрите мы будем сотрудничать вас люди голодают мы будем ваших трудовых мигрантов брать почему-то потому что в россии дефицит рабочей силы ну он это делает исключительно с экономической позиции он говорит на тему агрессии это не угроза южной кореи потому что эта угроза существует или акт агрессии существует уже несколько 7 7 десятков лет он говорит о том что если вдруг каким-то образом режим пошатнется мы будем его защищать но он говорит о том что мы можем поставлять вооружение если вдруг этот режим будет паша пошатнут или будет пошатываться кем-то извне соответственно думаете готовьтесь к рискам мы можем растянуть войну на несколько континент на несколько на несколько других географических точек говорить о том что это делается без китая а зачем китаю там принимать участие он общую рамку задекларировал он большой для того чтобы подобно но через китай проходят основные торговые пути северной кореи вот уголь куда едет текстиль куда едет рабочая сила откуда куда едет северной кореи все тулит в китай и крайне редко в россии значит для того чтобы реализовать один из элементов стратегического замысла не обязательно все делать самому можно поручить часть не то чтобы грязные работы работы которые плюс-минус должна возмутить мировое сообщество своему партнеру а свой партнер в этой части в части которая касается но изменение ситуации с безопасностью на планете да и чуть уменьшение роли соединенных штатов это в этом вопросе можно поручить россии россия едет это реализует и эти детскую историю путин но этот синего дует из-за того что путин устанавливает отношения с кореи там граница кореи и россии она кратно ниже или меньше ниже ли граница китая и той же корее северной поэтому ну как бы мы придум придумали себе тезис мы с ним пляшем на вижу сейчас вот и откроет второй фронт но чтобы все открыл второй фронт или мы вернулись понятно что это все манипуляции все это туфта потому что на самом деле выглядит совершенно все иначе я разделяю частично ваше мнение по ситуации но есть еще один момент на который хотел бы обратить ваше внимание в контексте одного человечка которого мы с вами знаем это вот арестовичи а я понимаю что много чести но он недавно дал интервью он там сказал о том что значит решение вопроса будет способствовать тому что обе противоборствующие стороны пойдут на какие-то серьезные болезненные компромиссы а я уже привык к довольно странным заявлением этого инфоцыганина но с другой стороны вот о чем идет речь мне вот интересно он это сказал в контексте украины и россии ну конечно он горела прямом переговорном процессе соответственно вот таким вот образом ну во первых результатом войны не будет удовлетворена с точки зрения максимальных позиций не одна сторона войны ну кроме тех которые заканчиваются полной капитуляции полной капитуляции но успешно на все сто процентов даже те что заканчивается капитуляция никогда мало когда вызывают сильную радость в той страны которая выиграла почему потому что человеческие жертвы и потери которые были понесены они огромные поэтому если мы говорим о том что на поле боя очевидно наступает несмотря на то что россия наступает на достигается стратегический тупик и продолжать стесывать человеческий финансовый и еще какой-то ресурс не становится уже избыточно дорого для обеих сторон окончание войны выглядит как фиксация того что есть на поле боя компромисс в этом случае это не достижение максимального желаемого результат для нас максимально желаемый результат это выход на границе девяносто первого года плюс компенсация плюс посадили в тюрьму путина плюс желательно чтобы еще заплатили больше чем уничтожили ну и плюс вернули всех людей детей восстановили быстро инфраструктуру быстро это не происходит для россии как они озвучили свои цели где милитаризация где нацификация это уже куда-то ушло в сторону плюс-минус ушло вопрос который касается административных границ там херсонской запорожской областей донецкой луганск и компромисс заключается в том что не одни не вторые не достигают этих результатов по дороге будут политические компромисс это мы только с вами с точки зрения земли до или поле боя время политические компромиссы будут заключаться в том кто что когда подписывает какие демократические процедуры происходят толку какие выборы что признается на уровне юридическом что не признается что грубо говоря берет на себя одна сторона или другая с позиции как бы мирного договора если он когда-то будет потому что в случае арестовича его рецепт 2 2 3 недели и все решено это две-три недели слушайте андрей я бы честно говоря вот поверьте мне я много лет знаком с этим человеком хочу сказать что еще свое время приходил ко мне на сми как театральный деятель вот так просто между прочим потому что он тогда снимался в театральных стэмах в общем то всегда был нарциссом это его дело это ко мне не имеет никакого отношения но он давал интервью ксении собчак понимаете а это рассчитано на российскую аудиторию первую очередь вот поэтому я обратил внимание то есть давайте так как бы мы не относились там к арестовичу оставим в покое но вот то что он зарядил именно на ту аудиторию российскую это важно это правда важно что в какой-то степени вот до сих пор там воспринимают как человека хоть и опального но близкого украинской власти и он был советником там насколько я понимаю в области президента более того многие считают что он владеет определенными инсайдами имея свои источники вот только в этом контексте пожалуйста я вам еще больше расскажу тебе 40 или 42 процента его youtube аудитории на его же личном канале которые смотрят его в россии могут ассоциировать его даже с кандидатом в президент но даже так же как он это делает сам подчеркивая почему находится в опале власти действующие в киеве потому что он является их конкурентом и кандидатом в президент но когда человек там себя так называет во время отсутствующей избирательного процесса это говорит о многом на самом деле оставим его совести он имеет право как я к чему веду у него как бы не системно его слушаю да но есть общее понимание того как заканчивается война тут он не будет оригинальным хоть будь он там трижды театрал но если война заходит в тупик на поле боя и мы идем к тому или хотим думать о том что мы идем к ее юридическому приостановлению или окончании то соответственно не достижение желаемых целей она так или иначе является компромисс если информационное пространство и мнение людей раздут от до максимума нас будет все все что мы поставили наклонный андрей простите простите вы абсолютно правы но я хотел бы уточнить смотрите тут же дело не в самом арестович а в том что он сказал понятное дело что он возможно там что-то генерирует но в любом случае где-то он как-то подпитывается и понятное дело что об этом просто говорят он это озвучил в украинских реалиях как бы не принято об этом говорить что там мы пойдем на какие-то компромисс потому что власть излагает свою единую линию хотя по факту в общем то идет на какой-то компромисс вяло но идет так вот тенденция она очевидна и вот если он уже озвучил да то хотелось бы гипотетически узнать от вас какие могут быть полезные компромиссы со стороны россии со стороны украины для того чтобы выйти на какой-то результат я только что примерно озвучил то есть прекращение огня без достижения политических целей абсолютных целей связанных с выбиванием врага с территории украины ну все вот это это для нас с точки зрения максимума очень болезненная вещь но с точки зрения но уже последующих обязательств внутренне политической жизни они нуждаются формализации формализация какая то есть подписание каких-то обязательств и договоров то есть если мы вернемся к теме стамбула которую благодаря издательству за new york times имеем возможность прочитать во все страницы которые были обнародны там касались вопросов внутреннего законодательства которые необходимо каким-то образом под изменить но для того чтобы это стало частью компромисса его нужно формализировать подписать какую-то бумагу между россией и украиной или там россия украина и посредники но пока мы находимся уже в стадии активной войны и три с половиной года у нас длительный период будет прекращение огня с разведением войск с определением того как вообще в целом в целом будет момент связанный с обеспечением режима прекращения огня в этом ключе нельзя забывать еще одну вещь максимум на котором настаивает путин потому что наш максимум мы знаем как максимальные требования он на чем говорит мы не хотим временного перемирия мы не хотим временного окончания войны мы хотим но постоянства и юридической фиксации результатов это его слова которые назовучил неделю назад своему миру соответственно о чем он говорит юридическое признание на уровне нашего основного закона за ними якобы какой-то территории которую они считают что присоединили но он от этого требования тоже может отойти как переговорной позиции хотя по основе и извините на каком основании и что может быть залогом до такого решения мы с вами отталкиваемся от тезиса арестовича который говорит о болезненных компромиссах а другой вопрос темы и отстраиваются того насколько они болезненные могут быть для одного для другого потому что если отстраиваться того что является основанием для того чтобы отказаться от желаемого результата но мы с вами дойдем до того что ни для украины и для россии этих обстоятельств не существует на уровне воли, потому что воли артикулируются устами первых лиц, а первые лица у нас непоколебимы ни со стороны нашего государства, ни со стороны государства-агрессоров. Но существует та действительность, в которой, допустим, Россия сконцентрировала войска и не достигла того, чего они поставили перед собой как целью на текущую военную кампанию выход на административные границы по крайней мере двух областей. Ну вот нет возможностей, не вышли. Чтобы еще раз сконцентрировать войска, концентрировать и людей обучить, это нужно опять зайти на очередной круг подготовки, плюс ВПК, плюс накупить где-то опять снарядов и пытаться двигаться дальше, параллельно понимая то, что по чуть-чуть с точки зрения их сдерживания вроде бы нас, ну не решительно, но по чуть-чуть нам добавляют. То ПВО, я не говорю о переломе в нашу пользу, что доминирование в воздухе и мы пошли их кабами всякими валить уже с нашей стороны. Нет, этого нет. Но мы их усилия, связанные с продавливанием фронта, будем постепенно нивелировать за счет какого-то технического средства, которое нам будут передавать как элемент противодействия их эскалации. Это не значит, что мы решительно побеждаем, но они не достигают результата, тратя гораздо больше и напрягая внутреннюю ситуацию, социальную в том числе, внутри страны еще больше. И в какой-то момент они могут отказаться от того, чтобы осуществлять активные действия. Это стратегия навязывания расходов, которая прописана в доктрине Соединенных Штатов по ведению воин на территории других стран. Но Арисович болезненный компромисс. Но Арисович говорил, что американцы и русские уже договорились на тему того, как разменивать Украину. Поэтому у него сегодня одно, завтра другое. Знаете, послезавтра... Ну очевидно, да. Я только вот по этому контексту хотел с вами пройтись, на самом деле. Все остальное, то, что он говорит, это достаточно туманно. Но человек проявляет себя таким образом. Он понимает, он понимает, что абсолютный результат не достижим. Ни для одних, ни для других. У меня еще один вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, а как должна Украина действовать в такой ситуации, если же она изменит свою позицию и, соответственно, отступит от тех принципов, о которых заявил Зеленский, как это будет воспринято в украинском обществе. Потому что если же напрямую украинское руководство пойдет в переговорный контекст, то в Украине внутри могут быть невосприятия определенным контингентом, более радикально настроенными частями общества, и это создаст очередной политический кризис. Или на это все можно закрыть глаза в случае решения каких-то вопросов. Вы знаете, недовольные будут всегда, и особенно, если мы говорим, скажем, о периоде политического процесса, который со временем начнется, то политик, тот, кто принимает решения, должен быть готов, и он должен осознавать то, что действительно за какие-то решения его будут критиковать. Но он, принимая решения, должен исходить из интересов государства. И оставаться приверженцем одной позиции, никаких компромиссов, и мы будем воевать вечно. Но это, грубо говоря, не сказать так, чтобы на пользу государства, с учетом того, что мы имеем ограниченный ресурс для ведения войны. И мне кажется, что в целом, если вдруг наше политическое руководство пойдет на подобного характера действия, оно зря предполагает, что общество достаточно, ну скажем, недостаточно умное, чтобы не понимать, что есть разница между политическими высказываниями бескомпромиссными сейчас и действительностью или реальностью, в которой мы живем. Где изменяется немножко наше социально-экономическое бытие, мы истощаемся. Ну, во многом, тот образ демократической страны, который мы себе представляем в отношении к Украине, он тоже видоизменяется в силу ограничения прав, свобод, которые выходят за пределы принципов законности, верховенства, права. И люди нормально воспримут то, что позволит, ну, или при правильном подходе сможет сделать или артикулировать, ну, военно-политическое руководство. У нас уже были пасы на этот счет, военные, когда дают интервью, говоря о том, что мы можем даже принять позицию, которую, не то, чтобы принять, мы не то, что даже можем, мы обязаны это делать. Наши партнеры, наши партнеры, которые говорят о том, что главная цель или главная победа, которая остается в Украине, это сохранение государственности, она достигнута. И мы можем отстраиваться в своей риторике, связанной с необходимостью идти на переговоры, ну, компромиссы и договоренности от того, что мы были целью, которую должны были уничтожить Кремль и ставили перед собой такую задачу. Но мы сохранились, мы существуем, и мы должны восстановить социоэкономическое и культурное пространство внутри страны, которое позволит быть лучше, нежели все то, что существует нашего врага. И для этого, для этого мы должны находиться в состоянии условно прекращения огня для прихода инвестиций, возврата семей. Мы хотим не потерять 11 миллионов людей за границей. Мы хотим, чтобы время пребывания их за границей не позволило им там остаться, а чтобы они вернулись и отстраивали свои жизни и видели свое будущее здесь. Можно это все сделать. Простите, простите, а разве вы видите хотя бы что-то подобное, о чем вы говорили со стороны действий украинской власти в последнее время? По отношению нашим даже соотечественным, которые выехали за границу. Только контроль, давление и невосприятие. Ну, это же очевидно. Мы же с вами говорим о будущем, в котором нужно общую парадигму изменить. Может, это будущее не связано с этой властью или нет? Ну, опять же таки, смена власти, смена власти это вопрос, так или иначе, демократического процесса. Когда общество после завершения правового режима военного положения даст свою оценку всему тому, что проживало сейчас. Я думаю, что общество определит, достойно действующее военно-политическое руководство, продолжать управлять страной. Или общество будет запрос на единение, а прекращение процесса раскалывания по разным критериям. Мне так кажется. Ну, то есть, в любом случае страна не может пережить и должна всеми возможными усилиями не допустить изменения политической власти во время правового режима военного положения вне конституционных способов. Ну, это очевидно, на самом деле. Понимаете ли, Андрей, что меня настораживает, но вы же можете проанализировать процессы, которые будут так изначальными, да, вот которые сейчас уже происходят и которые дают старт более значительным изменениям. Я говорю о сложностях, у которых нет перспективы. А мне кажется, что после окончания военных действий и какой-то паузы будет все наоборот усугубляться. То есть будут искать виновных, воевать с, как там, охота на ведьм, воевать с инакомыслием, делить на правильных, продолжать делить на правильных и неправильных, на умных и недалеких, вешать ярлыки, терроризировать тех, кто что-то может себе позволить. Кроме того, можно зажать гайки и продолжать держать в таком положении, когда нет никакой политической конкуренции. Закрывать партии, движения, общественные организации. Я могу тысячу слов привести, которые негативно могут отображаться в будущем. Такая модель вот вами рассматривалась? Я? Я рассматриваю разные модели. Но я исхожу из той модели, которая на пользу государства. И я ее артикулирую. Говорить о том, что будет хуже и как это может произойти и охота на ведьм, и на предателей, и на тех, кто ошибся, кто правильно сделал, это худший вариант. Потому что он не созидательный, он разрушительный. Он, наоборот, сделает страну, которая и так пострадала после войны, еще более уязвимой для любой экспансии и замедлит ее развитие. А можно пойти, ну, тем опытом, которым проходила, допустим, Австрия, послевоенная, после Второй мировой войны. Но в которой общество, настолько уставшее от войны постаралось забыть о всем том, что их разъединяло, кто с кем был, и попытаться отстраиваться с пониманием того, что было в истории и тем, что впереди нужно жить и строить будущее. Отсюда появлялись и партии разного христианско-демократического устоя. И отсюда, собственно говоря, была определенная государственная политика. При одной, при начальном желании и необходимости наказать виновных, по отношению к другим людям применялась и амнистия, и помилование, и, скажем, более толерантное отношение к их прошлому, которое у них было. Если, конечно, это заострять на уровне национальной политики и постоянно бегать друг за другом с вилами и граблями, то, наверное, да, это приведет к еще более сложной и худшей ситуации. Поэтому мы и говорим о том, что, первое, как сделать так, чтобы не допустить краха после того, как условно прекратятся боевые действия. Это задача со звездочки, с которой стоит работать. Как объяснить людям, что в период послевоенный нас действительно ожидает очень сложный экономический цикл или период, при котором финансы, которые предоставляются извне, у нас закончатся или минимизируются. А когда мы осознаем, что мы зарабатываем сами или где у нас есть, где работать, мы уже ужаснемся. И надо будет какой-то период времени действительно терпеть и лишения, и тяготы, и в том числе понимание того, что тезисы духовного какого-то компонента нашей жизни не являются созидательными для нашей жизни. Ну типа нельзя будет идти на выборы с лозунгами, опять же, мова, вира и все остальное. Это не улучшит жизнь. Поэтому тут зрелость нужна от политиков. Ну конечно, жизненный политический опыт, но когда дети в кедах принимают решения, меня это, в общем-то, очень сильно раздражает, потому что эти люди не знают ни истории, не могут сделать какие-то логические выводы, они живут сегодняшним днем. Более того, многие из них используют войну для того, чтобы просто обогатиться. А что касается сложности в ближайшем будущем, если все там как-то не стабилизируется, то мы же должны как бы прогнозировать негативное развитие сценария. А если все пойдет не так и пойдет в позитивном русле, тогда это улучшит наши... Оно само в позитивном русле не пойдет, Виталий. Да, так вот я и думаю о том, есть ли политическая конкуренция, будет ли возможность проявиться кому-то, кто с альтернативной точки зрения. Потому что, честно говоря, вот я вспоминаю слова Зеленского, который говорил, у меня есть пять менеджеров, на которых держится вся страна. Вместо того, чтобы, по крайней мере, создать коалиционное правительство, по крайней мере, показать вот открытый ход, да, к какому-то компромиссу даже внутри страны, пока я пока от Зеленского этого не видел. Но это уже тема другого разговора, Андрей. Я очень вам благодарен, я разделяю вашу точку зрения. Очень хорошая тема, сложная для обсуждения, но она важна, и я считаю, что нужно ее продолжить. Спасибо. Согласен, согласен. Спасибо вам большое, спасибо, что уделили столько мне времени. Я еще раз прошу прощения, что задержал вас на такой период. Спасибо за ответы, за ваши мысли. Спасибо вам большое. Время. До вас в руку и до встречи. Надеюсь на благосклонность. Спасибо вам, уважаемые зрители. Сегодня нашим гостем был юрист, аналитик, человек, который достаточно неординарно смотрит на события, Андрей Вегеринский. Я думаю, что то, о чем мы сегодня говорили, каким выводом мы пришли, это будет для вас, уважаемые зрители пищи для раздумья. С уважением, Виталий Дикий. Подписывайтесь на мой канал, не теряйте оптимизм, насколько это возможно, и встретимся через небольшой промежуток времени. До встречи.